Эти соревнования можно назвать настоящим спортивным праздником. Его задача показать детям, что спорт это не только полезно, но и просто весело. Ребят разделили на три команды, в каждой не меньше восьми человек. Возрастная категория от восьми до десяти лет. После гимна России и небольшой разминки соревнования начались. Конкурсы отличались большой оригинальностью. Очевидно, их придумал человек с хорошим чувством юмора. А ведь и правда, ничто так не сближает, как веселье и смех. Спортивный праздник проводится уже не в первый раз. Его главный инициатор – директор седьмой гимназии Ольга Писарева. В подготовке также принимали участие начальник летнего лагеря Елена Курлова и, конечно, главный тренер Анна Зайцева. В лагере работают очень интересные педагоги, творческие, талантливые люди, которые способны на большие новые открытия, мероприятия. Творческие, спортивные мероприятия, которые прошли сегодня – это у нас традиционный праздник спорта – надежды олимпийской гимназии. В общем-то, дети всегда с удовольствием участвуют в таких мероприятиях, потому что получают за это грамоты, призы, массу летних удовольствий, развлечений и отдыха. Упражнения подобраны на все группы мышц, а также на смекалку и умение работать в команде. Ребята с большим удовольствием выполняли все упражнения. Мне понравилось занимать эти первые места, и мне это больше всего запомнилось. Мне больше всего запомнился последний конкурс, который смеет мячи передавать. Успехи участников оценивала профессиональная жюри. Призы и грамоты по правилам получили команды, занявшие с первого по третье место в общем зачете. Но так как в соревнованиях участвовало всего три команды, без награды не остался никто. Первое место досталось команде «Желтых», и все-таки главным победителем жюри признало дружбу.